Жизнь истины, и жизнь десны, и вся испаняя сокровища благих, и жизни подать велю принесися мы, и очисти нас вся без веры, и без спаси влажен душу наша. Господь и Бог наш, благослови предстоящие занятия, не дай уклониться ни на правде, а лево, истинно понимание божественных слов. Прибудь с нами и в сей день благодатный. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так, мы на прошлом занятии начали. Первое послание Иоанна. Первую главу. Если память не изменяет, на пятом-восьмом стихе мы остановились. Вячеслав, так, нет? По-моему, так. Первое, Иоанна, первая глава, пятый-восьмой стихи. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Толкование. Апостол опять возвращается к прежней речи и объясняет, какое он слышал благовестие. Именно следующее. Бог есть свет, и мы в Нем нет. От кого это слышал Он? От самого Христа, который говорил. Я свет миру. Читаем в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, 12. И еще. Я свет пришел в мир. Читаем там же в 12 главе, в 46. И так. Он есть свет, и тьмы в Нем нет. Но свет духовный, привлекающий очи, душит зрение Его. От всего вещественного, отвращающий и возбуждающий стремление к Нему, одному с самой сильной любовью. По тьмой разумеет или незнание, или грех. Ибо в Боге нет ни незнания, ни греха. Потому что незнание и грех имеют место в веществе и в нашем расположении. Если же сказано, мрак сделал покровом своим, в 17-12, то сказано, что сделал тьму, а не есть тьма, так как сказано, есть свет. Ибо полагающее и полагаемое не одно и то же. Итак, здесь тьма означает наше незнание о Боге по причине Его непостижимости. А это незнание наше есть. А это незнание наше есть, а не Божие. Ибо иному предается нечто такое, чего нет в Нем. Не для Него самого, но для кого-нибудь из имеющих отношения к Нему. А что апостол называет тьмой грех, это видно из евангельского изречения Его. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. Читаем Евангелие от Анат 1 главе 5 стихе. Где тьмой он называет нашу греховную природу, которая по своей склонности к падению поступает завистнику наших дьявок, увлекающему-то греху. Итак, свет, соединившийся с нашим существом, весьма удобо уловимым, стал совершенно неуловим для Искусителя. Ибо он с большой буквы не сделал греха. Читаем книгу про Исаии, 53 глава 9 стихе. Итак, когда мы принимаем вас в общники с Богом, который есть свет, а в этом свете, как показано, не может быть тьмы, то и мы, как общники с Светом, не должны принимать в себя тьму, чтобы не понести наказание за ложь и вместе с ложью не быть отторнуты от общения со Светом. «Посему, держась общение друг с другом, то есть с нами и со Светом, мы должны поставить себя непобедимыми для греха. Но как это будет, когда мы прежде погрязли уже во многих грехах? Ибо никто, любящий истину и старающийся быть истинным, не осмелится сказать, что он безгрешен». Итак, «Если кем овладевает это опасение, то пусть не унывает, ибо кто вступил в общение с Сыном Его Иисусом Христом, тот очищен кровью Его пролитой за нас». Примечай, что по причине теснейшего единения называют Его Сыном Отца и потому, что воспринято им от нас, ибо кровь без сомнения принадлежит нашему естеству, а не Богу. Инистория, очевидно, безумен и нечестив, когда отделяет плоть от Сына и не позволяет называть Матерь Его Богородицу. «Нужно знать также, что вся мысль этого изречения не спровергает и хулу иудеев, которые говорили, «Мы знаем, что человек тот грешник». «Человек тот» — два слова с большой буквы. Читаем в Евангелии Атана, 9 главе, 24 стих. «Итак» говорит, «Если мы творим дела света, то мы в общении с Ним, а если не делаем их, то мы чудо Ему. И как же он с большой буквы не свет истинный и не безгрешен совершенно, когда к злодеям причинен был за вас?» Вопрос читаем в Евангелии, ой, простите, книга Исаия, 53-12. «Итак, если мы, кричавшие некогда, кровь Его на нас и на детях наших бесстыдно скажем, что мы не согрешили, то мы обманываем самих себя, как будто распять Христа не грех». Апостол не сказал, мы лжем, но обманываем себя, потому что обман не истины. Если же сознаем грех и исповедуем, он простит нам. Полкование закончено. Пожалуйста, вопросы, если есть. Если вопросов нет, Игнать Тихонич, может добавите что-то более? По этим вопросам, считаю, никогда не надо ничего добавлять. О божестве, о Троице, больше сказать, чем православные отцы, уже ничего не скажешь. Мы можем сами себе повредить этим. Пошли вперед. 1 Иоанна, 1 глава, 9-й, 10-й стих. Вячеслав, читайте. 1 Иоанна, 2 глава, 10-й, 10-й, 10-й. 2 Иоанна, 2 глава, 10-й. 2 глава, 10-й, 10-й. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Толкование. Апостол повторяет несколько раз свою речь, дабы через обильные и частые обличения представить им всю тяжесть преступления и преклонить их к исповеди. Сколь великое благо рождается от исповеди, видно из следующих слов. Говори ты грехи свои, чтобы оправдаться. Рок Исаия 43.26 А что для начинающего ученика учитель часто повторяет одно и то же, сначала кратко, потом пространнее, чтобы сообщить познание яснейшее. Это дело обыкновенное. Бог говорит апостолу, верен. Это то же, что истинен. Ибо слово верен употребляется не о том, только к кому веряют что-нибудь, но и о том, кто сам весьма верен, кто собственной своей верностью может и другие делать такими. В таком смысле Бог верен, а праведен Он в том смысле, что приходящих к Нему, как бы ни были они грешны, не прогоняет. Читаем Евангелие от Иоанна, 6 глава, 37 стих. Итак, тем, которые через покаяние прибегают ко святому крещению, Он несомненно прощает грехи. Не надо, не надо. Включайте. Нажать? Нет, нет. Здесь? Я не знаю. Я ему не поврежу. Не знаю. Если нажму, так может быть он вылетит или я, а? Нажимайте, нажимайте. Нет, он нас вышибал. Ну а как, а больше это никак. Ну а как? Сергея надо написать тогда, в чат. Сейчас он, он выше. Ну вот нажмите сейчас. Здесь нажмите? Да. Нет, 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 нажмите. Сюда? Ну да. Нет, нет, нет. Так, нажмите. 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 Да, хорошо, нет? Да. Кто-то со связи опять с ним сегодня. Если же бесстыдно скажем, что мы не согрешили, то совершим двоякое зло, совершим двоякое зло, покажем себя лжецами и изречем хулу на Бога. Ибо он говорит через порога. Ибо он говорит через порога, воздают мне злом за добро. И сам лично, если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? Евангелие Атану 18. Если при этом мы говорим, что не согрешили, то отвергаем его слова, которые суть дух и жизнь. Ибо сказано, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Евангелие Атана 6.63. Ну вот, я думаю, еще, может быть, вернуться к тому вопросу. Мы его уже обсуждали. Напишено, что рожденное Бога не грешит. А здесь сказано, что если говорить, что он не грешит, то он жжет. Как вот эти два места состыковать, чтобы не было недоразумений и что-то понятно было на свои места встанет. Илья Тихонич, напомните еще раз. Что-то забыл. Я напомню первое. Так мало людей, которые здесь приходят. И фотографий нет, и какие-то две буквы стоят. Ну, Сергей Пупков четко ясно, Михаил Кальмаев тоже. Даже в этом деле и какая-то неискренность. Почему? Ты предупреди. Или они даже это заменить, или ты просто исключил. Их из списка. Нас подозревает тайно что-то где-то делать. Я никак не пойму, почему не показать свою фамилию-то. Едет любому милиционеру, показывают документы. Здесь встретились бедущие, и все скрывается. Он может что угодно говорить. Продолжай, Сергей Игнатьевич, отошел. Ну, кто помнит вот эти вот два, я вот еще раз говорю. Написано, рожденный от Бога не грешит. А сейчас только что прочитали, что если человек говорит, что он не грешит, он лжет. Ну, я попытаюсь объяснить. Да, действительно, рожденный от Бога не грешит. Осознанно не грешит. Для него грех чуждый. Но он же грешник до уверования, до рождения свыше. Он же грешил. Просто есть категория людей, которые говорят, а что мне, в чем мне кажется, я весь грешник. То есть он свои грехи совершенно не видит. И о никаком рождении свыше тогда речи быть и не может. То есть человек должен признать себя погибшим грешником, принять и Христа в свое сердце, исповедовать грехи свои, признать его спасителем, личным спасителем от грехов, от погибшим грешником, что он попадет в ад. Потом родиться свыше, и тогда уже человек не грешит. Осознанно не грешит. Но он может пасть. То есть дьявол его будет спотыкать и скушать, и человек может спокнутся и упасть, согрешить. Нечайно, так скажем. Не осознанно. Для этого существует таинство исповеди. Он ведет на исповедь. Исповедует свои грехи. Но осознанно, я еще раз повторяю, он не грешит, рожденный от Бога. Кто не родится от воды и духа, не увидит Саш Твое Божие. От воды это понятно, в крещении вода трехкратная. А от духа, это вот от духа Христова, от его слов божественных, от его учения, от Евангелия. Такси, я подошел. В чем вопрос-то был? Значит, вопрос вот в чем. Рожденный от Бога не грешит. Считали мы. Помним. А здесь говорится, что если кто скажет, что он не грешит, он лжет, обманывает самого себя. Ну и что? Вот, как эти два места состыковать? Ну как состыковать? Вот он разбойник, убивает человека. И тот же говорит, ныне будешь со мной в раю. Но это разные моменты жизни. Вчера он в аду был, сегодня он в раю. Так делая с рожденным. А он говорит-то о двух человеках. И когда послал Павел говорит, когда я жил без закона, и говорит там, все это о грехе-то. И все говорят, видите, Павел жил без закона. Люди не понимают даже, что он говорит не о самом себе, а о человеческом обществе. Беззакон он не родился. Он говорит, я восьмой день обрезан, из колена Вениаминова, фарисея от фарисея. Без закона он не жил ни одной минуты. А говорит, когда я жил без закона. Не было такого. Тут уже надо понимать, о чем речь идет. Все мы согрешаем. Согрешаем. И кто может с языком своим поправиться, как Яков об этом пишет. Но если человек рожден свыше, то грех этот уже не притягательный для него. И нужна жизнь. Мертвый человек, он не может выполнить то, что свойственно живому человеку. А это дает только тело Христово и кровь его. Иначе не будете иметь в себе в жизни. А сегодня считают в оставлении грехов, что при счастье в оставлении грехов этого нету в Писании. Это уже так затвердело в нас. А что? Жизнь, жизнь. Жизнь не грешить. И лукавый тогда к нему не прикасается. Когда человек исполняется силой при теле крови Господней, и живет в духе молитвы, он не грешит. Здесь говорится о том, что все согрешают, это свойство человеческой природы. Она обладает, грех обладает силой притяжения. И так и надо понимать. Апостол Павел говорит о себе, что он грешит. Нигде больше мы не считаем. Нигде. Он обратился к Богу, и грех остался на той стороне. Он может сказать еще что-то не так, по ревности, как апостол Петр, даже получить большое нарекание. Но он уже умышленно, умышленно не грешит. Ну, образно сказать так, свинья и овечка. Овечка тоже попадает в грязь, в лужу. Но она отряхивается, она так брезгливо относится к этому. А для свиньи она увидела грязь, ее нельзя отогнать. Вот это человек рожденный и не рожденный. Свинья сделалась овцой. Человек верующий может споткнуться, может и упасть, но это не свойство его природы. Вот и все. Ну, спаси Христову, значит, я правильно, а то так же объяснял. Да, я не слышал, я отошел. Звонил сейчас Игорь Третьяков, операцию-то его дочери Акелине-то сделали с глазом-то, и как будто удачно. Я говорю, мы целые дни молились тут, и всех просили, помолиться Акелина, звать ее, года четыре. У нее косоглазие было, и операцию сделали. Операция сейчас-то бывает неблагополучная. Я говорю, а что ж она не завязана? Ну, говорит, капли все время там надо капать. Так что, кому на ум придет, Акелина, ну, по-русски Акулина. Помолитесь о девочке, чтобы порадовал Господь родителей. Но его воля святая да будет. Отошел. Так, ну, продолжаем тогда. Михаил, с нами? Сальмай. Молчит. Вячеслав, с нами? С вами. Вторая глава. Первый, второй стихи. Пожалуйста. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Толкование. Апостол, зная, что природа наша непостоянна и греховна, что увлечение к злу мы всегда носим в себе, что завистник дьявол препятствует своими ковами спасению нашему, что посему и примирившиеся уже с Богом через исповедь, если живут невнимательно, не избегнут греха, внушает теперь, что если мы и пали после прощения грехов наших, то не должны отчаиваться. Ибо если обратимся, то можем и опять получить спасение через посредничество Господа Иисуса Христа, потому что Он, ходатайствуя о нас пред Отцом, умилостивит за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Апостол сказал это потому, что писал иудеям, сказал для того, чтобы показать, что благотворность покаяния не ограничивается только ими одними, но простирается и на язычников. Или что обещание это относится не к одним только современникам, но и ко всем людям последующих веков. Иисуса Христа Он называет ходатаем за нас, умоляющим или уговаривающим Отца. Это уподобление Бога человеку употребляется с особенной целью, как и следующие слова. «Сын ничего не может творить сам от себя» Иоанна 5,19. Последнее сказано для того, чтобы не сочли его Бога противникам. А что и Сын имеет власть отпускать грехи, это Он показал на примере расслабленного, читаем в Евангелии от Матфея 9,6. Так же, когда дал ученикам власть отпускать грехи, явно показал, что Он даёт такое право самовластным. Но апостол, как мы сказали, говорит так теперь с особенной целью. Именно представить, что Сын имеет одно естество и одну силу со Отцом. И что действие одного из трёх пресвятых лиц общее и прочим лицам. Общим и прочим лицам. Вопросы есть? Идём дальше. Третий стих. Алексий. С нами? А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. Толкование. У блаженного сего мужа в обычае употреблять одинаковые слова для обозначения разных предметов, как, например, в стихе «В мире был, и мир произошёл через него, и мир его не познал». Так и теперь Он употребил слово «знать» в разных значениях. Ибо словом «знать» выражается и знание чего-нибудь, и весьма тесное знакомство с кем-нибудь. Такое значение в словах «Познал Господь своих» 2 Тимофея 2,19 «И не знавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех». 2 Калифина 5,21 1 Иоанна 2,4,5 «Кто говорит, «Я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нём истины. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаём, что мы в нём». Толкование. И вот противного подтверждает, тоже употребляя самое полное доказательство. 1 Иоанна 2,6 «Кто говорит, что пребывает в нём, тот должен поступать так, как он поступал». Толкование. «Совершенная любовь, говорит, доказывается делами. Но как бывает, что иной по видимости правильно и точно соблюдает заповеди, а внутреннее его расположение нечисто? Почему он далеко от Бога? Апостолы говорит, что присвоившийся Богу должен жить так, как требует близости к Богу». 7 стих. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала». «Совершенная любовь, только Ваня. Говорит, что… Так, какой-то эхо. Раз, два, два. Екатерина, микрофон выключи. А, я тут. Выключи микрофон, от тебя и эхо помню. Или подальше, вот он, от колонок. Толкование. Говорит, что близость или любовь к Богу прежде всего узнается из любви к ближнему, ибо невозможно, чтобы освященный по знаниям Бога и исполненный любви к Нему имел тьму ненависти к брату своему, потому что свет и тьма в одно и то же время, в одном и том же предмете не могут быть вместе. посему освященный любовью к Богу и имеющий Бога и по отношению к брату имеет свет, который возжигается от любви к брату. И кто говорит, что он любит Бога, между тем ненавидит брата, тот находится в постоянной тьме. У того разумные очи всегда помрачены, потому что он утратил свет общения с Богом и с братом. он не знает уже и того, что для него самого может быть полезным. Пожалуйста, вопросы. заповедь древняя, есть слово, а погромче плохо слышно. вот здесь написано но заповедь древнюю, которую вы имели от начала, заповедь древней, есть слово. Поясните, пожалуйста. что именно непонятно? заповедь древняя, есть слово, которое вы слышали от начала. заповедь древней, какого начинка? Ты впереди, прочитай два стиха. Впереди. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает, слово его в том, истина, любовь к Божию совершилась, из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Вот первые два стиха впереди. Ну и вот, а теперь, какая заповедь древняя? Самая древняя заповедь какая была в раю? Любовь к Богу, вера в Бога. Почему Ева вкусила? Потому что она стала верить больше змею, то есть сатане. На первом месте Господь, когда спрашивал, подошел к нему юноша, ты заповеди, спрашивай о заповедях, о заповедях. Ну, первое, люби Бога всем умом, всем крепостью, всей душою. Это древняя заповедь была. Но они-то ее не исполняют. Они убили всех пророков, убили господина пророков, самого Господа. Любовь говорит, что вы помнили древнюю заповедь. Ее знают, должны знать все. Как могут исполнять заповеди те, которые ненавидят друг друга, ненавидят, лгут, подкапываются, делают не... Ну, очень просто. Чего не желаешь тебе, не делай другому. Уже заповедь твоя выполнена будет. В любом ты должен видеть образ Божий. Посетили больного, посетили меня. Златоуз говорит, его ни одна галактика Бога не может вместить. Но когда ты посещаешь больного, он занял размер кровати. Очень даже просто. Это древняя заповедь. А если бы это... А почему он убил, говорит? Потому что в нем был дьявол, Каин. А Авер служил Богу. Он нарушил эту заповедь. Ее заповедь к Богу, к заповеди, к любви. А апостол наконец свел. Вся заповедь, все заключается в любви к ближнему. Не просто отвлеченное абстрактное понятие о Боге, а конкретно в каждом. В каждом ты должен увидеть, если, конечно, возможно. Бывает образ так погашен, что ничего и не увидишь. Он враждует, распинает, и там образа нет, он потерян. Вот и все. Идем дальше. 1 Иоанна, 2 глава, 8-11 стихи. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина, и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. толкование. Так как послание это соборное, писано общий ко всем, к иудеям и к язычникам, то по отношению к иудеям можно сказать, что апостол пишет им заповедь о любви не новую, а древнюю. «Ибо и на скрижалях Моисеевых написано было любви после Бога и ближнего своего, как самого себя» Левитам 19-18. Но как скажет иной по отношению к язычникам, апостол пишет о древней заповеди, когда нигде ничего такого у них не находится. Отвечаем. Закон о любви к ближним написан и у язычников. Как так? Он написан у них на скрижале сердца естественными помыслами. А что помыслы, насажденные в нас с природой, называются естественным законом, в этом может удостоверить апостол Павел, который говорит. «Вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего» Римлянам 7-23. Итак, и язычники приняли закон или заповедь древнюю, так как сама природа предписывает нам быть кроткими друг ко другу и ко всему сродному. Вследствие сего человек есть животное общественное, а это невозможно без любви. В древних историях записано даже много свидетельств о людях, которые умирали за других, а это есть знак высочайшей любви, как объяснил Спаситель наш, говоря, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. читаем Евангелие от Иоанна 15 главе 13 стихе. Поскольку же заповедь о любви к ближним дана была иудеям и язычникам, то апостолы говорят, что при древней заповеди, которую вы слышали о любви к ближнему, пишу вам еще и новую заповедь, которая истина и в том, кто присвоил вас Богу через общение с ним и в вас, которые вступили в общение с ним. Ибо он говорит, я свет пришел в мир. Читаем Евангелие от Иоанна 12 46 И истинный свет по слову его уже светит, а во свете нет тьмы. Пусть же светит истинный свет любви в истинном и нелицемерном расположении к братьям и тьма ненависти пройдет то есть исчезнет. Ибо такое значение придает слову проходит. И апостол Павел когда говорит ибо проходит образ мира сего. 1 Коринфянам 7 31 Пожалуйста, вопросы если есть. вопрос до нас скажите пожалуйста по поводу ненависти поясните пожалуйста как она может вообще проявляться какие признаки ее по отношению к брату по отношению к верующим нашим братьям сестрам спасибо на тихонеч отвечай такую баллу распустили что он нажит какой там дух святой от беглого римского солдата дезертира нажила она его Мария Якимовна девка блудная вот они как ее представляют и вдруг мы завидовали а пилот знал дальше братья у Иосифа они продали и когда говорит Стефан говорит и братья по зависти предали его это такой грех который трудно признаться в нем вот он ко мне на меня нападает все до одного который нападает там все из зависти и особенно если они к миссионерским отделам относятся я считаю это дыра в преисподнюю никаких миссионерских отделов быть не может они все враги сделались двое Дух Святой посылает этому нельзя научиться или ты знаешь или не знаешь избран или не избран ничего у тебя и нет ты можешь так оцепляться ковыряться но никогда ты не сделаешь то что Дух Божий скажет тебе поэтому вражда и возникает из-за чего он убил опять же первое убийство Каин а теперь из-за чего начинается худая молва Сераков об этом говорит грубое слово в ответ толчок из носа потела кровь а дальше схватили за нож вот и все поэтому но я говорю ладно давай в идеале посмотрим ты меня ненавидишь убить ты не можешь но если бы я сегодня умер ты успокоился нет зло выборща не бывает он в семье тиран который нападает я узнал почти все разведенные мужики да не первый раз еще то есть он ну какой он когда он никого около себя не терпит он может работать с Богом ходить да нет конечно поэтому что такое ненависть я понимаю это причина одна несовместимость не характеров несовместимость положения статуса если ты с Богом он завидует он завидует понимает что он близкий к нему что жертву принял от меня Бог то есть на молитву мне Бог отвечает а ему ни разу не отвечает и Каина убил его ну рисует так у Авеля дым пошел кверху при всесожжении а у Каина по земле слался то есть земное все даже дым кверху не идет ну это образец так считается Гюставо Даре вот и все ненависть рождается на пустяке на самом маленьком нетерпимости высоком мнении высокоумия своего я вот у нас принято погоны не носить а бывает форма с погонщиками я подошел и говорю у нас не положено не положено почему не соответствует действительности у нас в общине три человека могут носить погоны это следователь у него звание военное и два врача у них военное звание можешь приходить в форме но раздеться в гражданском быть в храме это твое дело а вот сейчас везде так я говорю не положено войну было если он был демобилизован он носит еще долго гимнастерку но уже без погон у него нет нечего больше надеть человек разобиделся и прям не на пустяке не на чем сделал замещание о ребенке ребенок ведет себя хулиганский он сразу разобиделся другой понимаешь на пустяках а если твое я златоуз говорит ущемлено ты поблагодари за намерение и поцелуй его а если это правильно сказал скорее начинай исправляться все разные обиды ненависти только от невозрожденных уверующих ни обиды не может быть ничего нету ревность по делу господним а возможности ожесточившегося сделавшись как неприступная крепость написано брат ожесточившийся то его можете обратить у меня в личном семье это было не просто как-то искал убить меня убить буквально брат а потом обращается к богу мы делом должны показать что на зло мы не отвечаем злом на удар не отвечаем ударом вот так как вражда гасится а именно вот так блажен и миротворцы ибо они будут наречены сынами божьими только за одно из девяти блаженств дается высочайшее звание уподобиться самому сыну божьему за миротворчество мирить людей в семье дети там дерутся государственные деятели вот сейчас выступает как миротворец такой-то такой-то выступает и смотришь прекратилась там уже война между собой уже как-то сходятся люди это очень ценно перед богом оплодить врагов это сатана только делает ложное подозрение а он сказал подумал дал повод и этого не должно быть вот и все мне всю жизнь приходится быть вот сегодня на меня двое напали двое и при том молодые но до того хамовитая как связана с миссионерским отделом их там отбирают отбирает самые нахальные безбожные буквально и вот они везде копают они умеют не беседовать ничего миссионерские отделы это вызов богу самое настоящее антихристовое учреждение должны быть немедленно закрыты никаких отделов подвое только подвое бог посылает по всему миру и мир обращается это сатана придумал эти отделы делать они не понимают даже этого а их поведение царион царионов антео с кирпичом ходит выступает разговаривает с кем-то он даже говорит страшно кидаются дерутся со всеми какое же это христианство нам положено подставлять ударят в одну щеку поставят другую вот и весь ответ но это можно как-то немного погасить но кто в миссионерском отделе они не могут мириться там похоже дух святой похуленный они не понимают ничего совершенно вот и весь ответ им нельзя не отвечать не трогать ничего нельзя это отверженное племя отребе земли они не понимают что дух святой говорит можно беседовать или нельзя они не понимают а ты помолись и дух положит тебе идти или не идти Павел сунулся туда-сюда нет дух тогда видение идите помогите нам и тогда обращается кто-то они везде это пока он не нарвался на свое размажут по стенке попадет в камеру все Игнатий скажите пожалуйста как быть и что делать если в общине но вот есть же такая ненависть ну как я понимаю от слова не хочу видеть не желаю видеть он противный мне вот если вот все за пределами такое вот есть если в общине между братьями сестрами как быть и что делать вот чтобы был мир божий вот между двумя соперниками не может не может Алексей написано если возможно с вашей стороны имейте мир со всеми если возможно он так думает он не имеет права не причащаться ничего он должен выходить соглашенными он ненависть злопомнение уподобляет дьяволу говорит Иоанн Златоуст вот как недавно мне стали ролик ставить а вы слышали там в Румынии был такой долго страдал Ричард Вурнбрандт я говорю я переписывался с ним да вы что да сколько он страдал какой он смелый был ну вот и все и когда пригласили стражника который там был а он даже не знал кто а та которая это его жена Ричарда Вурнбранда ее бросали они в Днепр а она его теперь угощает того который убил у нее сыновей и когда за столом сказал он чуть не подавился она говорит да это мои дети были это ты убил да как же я у тебя за столом сижу великий Иисус меня научил так делать а он непримирим у меня встречались такие люди но я ему стараюсь доказать я не хожу на занятия потому что вы их ведете в Потеряевке я выезжаю ведет занятие другой он не идет занятие берет третий ведет батюшка он не идет он нигде не выходит почему ожесточившись обратной преступной крепости он потерял веру у него веры нет никакой он ищет только товарища своих где-то выпить надо ну он еще ходит но уже ничего нет у него а мы должны к нему где возможно что-то как-то сказать сделать чтобы облегчить его состояние сатана пашет на нем у него страшное состояние у него в желудке все неправильно перерабатывается у него с здоровьем не в порядке потому что он все время во вражде выжил на тропу войны а не знает что такое в идеале вот я делал в прошлом году мы пруды делали я говорю вижу что он такой это стоит издалека смотрит но нигде не выйдет помогать нет вся деревня там деревья пилит убирает новый пруд образовался большой-то я не вытерпел подошел и говорю ты меня прости скажи вот мы работаем тут бесплатно возимся в дожде колотим тут трактор делает нас и дорогу делаем скажи какие у тебя мысли какие такие деньги тратите можно было на другое ну как вот когда помазала на ноги Иуда-то что говорил точно такое же даже были другие которые что-то имели на что-то но вот эта общая работа захватила их они зимой помогали сучки вынимали сейчас озеро получилось батюшка сейчас ездит мальков покупать рыбы а с тем как быть пока никак он заперт если только где-то кто-то против нас или против батюшка он сразу тогда вылазит вот все это ну явно что уже чисто демонический характер но он еще живой тем более был священнослужителем вот и все спасибо пожалуйста никогда не надо на мелочи останавливаться было не было говорено в русских пословицах хорошее наплевать да забыть главное душу спасти душу а не один ненавидящий другого не войдет в царствие божие молиться ему нельзя значит он не молится положи прежде жертву молитву иди прежде примирись не ты имеешь а на тебя имеют на тебя я должен узнать еще а некоторые начинают играть таким у меня тоже известный был священник яромонах а я тебе не прощаю допустим а ты молиться не можешь я у тебя прошу прощения ты не прощаешь все я свободен перед богом вот понимаешь он играет этим и чем закончилось ну то что убили голову ему отрезали вот и все он свое получил а я только плащу о нем и молюсь он слишком близок был мне отошел тут такое дело вот трое опоздавших просятся а я не могу их подключить и вот кто просит кто просится Райхан Андрей Ложкин и Жанна из Франции Райхан Райхан готовится к окрещению это настоящая уже христианка ее допустить надо брать она потеряет я не могу меня компьютер не пускает либо сейчас всех вас вырубать и заново всех набирать я не понял прости меня Сережа так попутно хотел сказать Сергей не удастся мне Сергей парализованно скинул на один ролик и я его поставил на твой где пупков собаки напорами как собака там ротвейлеры какая бросилась и девочке там сколько пятилетия или трехлетия вцепилась в лицо и она ее терзала лицо снимало с нее а хозяин стоял смотрел и никак не помог и там это все ну пусть говорят там или где-то посмотри пока что Амалахов об этом говорит о страшно смотреть какие раны нанесла там глаз не смотрит и он даже не попытался отнять ее а которого это девочка то он кажется дагестанец какой-то он говорит я его не видел я его на куски изрезал и живем закопал бы говорит но тут судьи они встретились он несколько раз кидался на него драться и все понимают девочке это замуж не выйдет вся жизнь у нее искалечена собак везде пускают так что Сергей Пупков борется за это он абсолютно прав абсолютно прав собаки запрещенные во всей Европе эти бойцовские собаки там какие бультерьеры или как называют и которые собаки беспризорные где их во всем мире ликвидируют ну у нас рядом тут хорошие они никого не трогают я подкармливаю их так что что решили это раз опоздали тогда и ладно ну не могу что-то компьютер не пускает ну ладно пока следующий раз подсказать надо чтобы она раньше приходила Сергей извините можно скажу мне кажется что кто-то создал этот звонок а мы вы может быть его приняли и вы как бы не являетесь хозяином поэтому не можете добавить вы добавьте нас всех заново это же минутное дело зато и остальные услышат ну я тоже так считаю что кто-то создал опять давайте еще включает сейчас посмотрим 3 4 5 6 7 8 9 было 3 4 5 6 7 8 9 Сергей 10 все интересно ладно что снимаешь а тут еще не получилось это вот это такая съемка идет мне кажется вот это надо выключить потому что он два раза наживался еще вот это надо закрыть вот это закрыть да а это включите вот 12 истичный будем читать ирэн 2 12 да а представь Сергей вот так вы комнату собрались люди говорят там меня кто-то стучит сначала всех выгоню а потом заходите обратно интересно так было Игнатий Тихонович здравствуйте добрый день Райхан добрый день слышу слышу вас как вы да во славу божию слава христа 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 не воскрес а меня не видно да фотографию только видно христа 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 но пока собирает я скажу что то есть смотрите как и поддет платки у них как вот надежда благодатская но вот если нравится тебе то в следующий раз также поставь такую а хорошо по вашему слову это тоже проповедь поставь хорошо в барнауле есть летает самолет это большой аэропорт посмотрим не надо надо на машине наверно ехать ну тут поезд идет из москвы и не езди на самолете то не летай а то упадешь самолеты падают и поезда пока собирает я скажу я из америки летел в одном месте не компьютер подарили а в другом 12 томов златоуста по тяжести то не получается я взял златоуста и чемодана так себе на коленях держал над океаном летел и думаю если я упаду как чемодан то утонет нет златоуста жалко очень жалко итальянское издание последнее чудесное но вот я живой архимандрит там в синоде снял с полки и мне подарила все давайте потом созвонитесь поговорить сейчас занятие вроде никого нет а вот вячеслав это еще так 1 иоанна 2 глава 12 стих пишу вам дети потому что прощены вам грехи рахи имени его толкование сказал что примет что пишет новую заповедь апостол обозначает и расположение тех которые примут его послание обозначает теми степенями которые бывают при возрастании телесно он знал что не все примут слова его с одинаковым уможением и вниманием но они примут поверхностно как дети которым он и усвояет прощение грехов через веру в иисуса христа другие примут как достигшие в мужа совершенного в меру полного возраста христова считаем ефесянам 413 так что так что могут быть для других отца таким приписывает познание сущего от начала кто же это как ни слово божие которое вначале было у бога иоанна 1 1 иные примут как юноши и им как цветущим и полным приписывает честь победы над бесчестными страстями потом снова повторяет то же самое в другом порядке применяя учительное слово свое мере духовного возраста так как я говорит знаю что примите вы послание моё к вам по различию возрастов то необходимо и мне соразмерять учение свое с расположением возраста вашего и с одними из вас беседовать как с детьми познавшими отца то есть бога с другими как с отцами которые имеют познание больше нежели дети именно познали не только то что он отец но и то что он от вечности и не изъяснил ибо он был от начала таковым нужно и совершеннейшее учение о боге с иными как с юношами сильными и способными к борьбе и подвигом воздавая последним славу победы показывает что им и речи нужны отважные и воинственные и комментарии гнатия тихоновича лапкина на слова не все примут слова его с одинаковым уважением и вниманием итак комментарий великий и самый плодовитый толкователь священного писания святой иоанн златоуст много говорит о награде которая ожидает проповедующего слова божия независимо от того обратится ли кто через благовестия проповедника или нет и даже более того он логически доказывает что награда в небеса будет больше у того через проповедь которого никто не обратится он говорит что бог вознаграждает человека за труды за его ревность за его старания за тот посев который он сделал обратиться ли кто это человека не зависит потому что это действие благодати обращающий а она полностью во власти божией и не зависит от нашего участия в ней в проповеди о христе участвует благодать призывающая и в ней соработником выступает проповедник и вот за этот труд он и получает награду независимо от видимого результата первое коринфянам 3 7 и 8 стихи посему и насаждающий и поливающий есть ничто а все бог возвращающий насаждающий же и поливающий суть одно но каждый получит свою награду по своему если же кто уверует и раскается в прежней греховной жизни и примет христа уверует в него как своего спасителя то проповедник в этом обращении уже получает награду радость ибо радость окающимся бывает и на небесах то есть часть награды за свою радость он получает уже здесь на земле но что до того говорит златословесный учитель пусть моя радость на небесах будет меньше только бы вы обратились здесь только бы вы примирились со христом омывшись его при чистой крови мы не знаем все ли примут слова наши с одинаковым уважением и вниманием поэтому будем ревностны в проповеди во всем доверяясь нашему спасителю чтобы дух святой коснулся сердец слушателей так же господь его принял их в свои вечные обители вопросы пожалуйста по этому стиху сначала если есть если нет я немножко дополню что буквально вот в воскресенье у нас занятие то что было в трапезной и наш один брат решил заниматься с молодежью отдельно от наших занятий вернее как он говорит не отдельно а дополнительно почему именно с молодежью вот он объясняет что вот с одними нужно так говорить там с детьми так и был такой вот диспут напряженный что вроде как не надо что христос говорит пустите детей ко мне и что все должны от одного источника одинаковую пищу получать а вот здесь в этом стихе вот как бы толкователь нам говорит что не одинаково не все с одинаковым уважением и вниманием то есть кому то нужно вот по другому проповедовать с детьми нужно вот другую проповедь с юношами другую с отцами другую проповедь им нужна и пища разная и слова разные кому то твердо пища может показаться не по вкусу вот и как бы такое вот несостыковка опять получается если вот кто-то не принимает проповедь то оказывается что виноват проповедник ну слишком твердая пища не понимаю я еще по возрасту то вот ребенок а мне уже как как с отцами со мной разговаривают или как с юношей еще вот этот момент поясните пожалуйста если а где ты нашел что по разному говорят я так и не понял с какого места ты захватил это он говорит о беде которая в разном возрасте и поэтому для молодежи самое главное об этом постоянно говорим сохранить себя в целомудрии чтобы никто до бракососочетания не имел половых связей это молодежи молодые победили он об этом только говорит то речь идет не о деньгах не о том что они в олимпийских играх участвуют и тут все понятно проповедь одна была христу приводили детей когда приходили он отдельно кружки не делал для них он допустить только просил возложить руки на них они понимали они что же не понимали так но вы задали вопрос где ты это взял я читаю я взял это у блаженного фифилакта вот он цитирую его так я говорит знаю что примите вы послание моего к вам по различию возрастов то есть необходимо и мне соразмерять учение свое расположение возраста вашего и с одним из вас беседовать как с детьми познавшего отца то есть бога с другими как с отцами которые имеют познание больше нежели дети именно познали не только то что он отец но и то что он от вечности и не из них ибо он был от начала таковым нужно и совершеннейшее учение боги с иными как с юношами сильными и способными к борьбе и подвигам воздавая последним славу победы показывать что им и речи нужны отважные и воинственные речь идет о разных речах разных разной аудитории я неправильно понял правильно понял это все в одном предложении можно сказать он как говорит вот мы вели занятия в разных университетах только в техническом 17 лет люди то приходят мы уже курс полный был четыре с половиной пять лет а другой пришел в любой уже заканчивается и что мы для него даже заново проходить нет конечно он подтягивается непонятно спрашивает никогда по другому и не было тем более если четыре с половиной года а там и четыре курса выпустили слушатели то а люди то совершенно разные разные там были из кгб и краевая администрация и прокуратура кого только не было он впервые приходит бывший коммунист бывший баптист волшебники колдуны приходили пища дается одна одна но в этом одном заключается все для всех и тогда которые не понимают новое они дополнительно задают вопросы мы быстро подтягиваем и они не бывают отстающие вот ребенок приезжает в лагерь он совершенно ничего не знает мы отдельно немножко подтягиваем а дальше он уже вместе идет очень быстро вот об этом все филакты говорит и говорит о духовном возрасте а не только о телесном духовно то он судя по возрасту то есть они не занимались он говорит судя то есть я вас знаю вас все еще нужно кормить молоком некоторые всю жизнь ходят и знают только закон божий через какое плечо свечку подавать они стремятся дальше и ты можешь день и ночь сидеть с ним и он только спрашивать едва прослушать спрашивать что серахов говорит об этом не внимательны как спящий пробуждающийся от сна что и ты никогда на него не равняйся его это и не надо вот так теплится он знает что среди верующих не обкрадут накормят а в царстве небесном то другое должен быть так что вот говорят а как с детьми я знаю как говорит я больше хватаю природу но считать только так как написано в евангелии никаких дополнительных детский библии то есть другим языком ему нужно говорить что это не из писания только повествовательной форме передается когда он растет а дальше а мне это не передавали у него должно вмонтироваться перевод этот синодальный в голове на другом уровне люди не понимают это у меня опыт не два дня 53 года вот я в заключении нахожусь как сначала говорить или считать каждый вечер с 8 до 10 все вымыли руки кто считает никто не закурит вопросы в конце считаем дальше мы уже проходим давно около года а новых прислали только в камеру то ничего непонятные вопросы основной понятно все живем один раз мы умрем будет суд божий за все отвечать я в течение пяти минут расскажу а дальше мы подробно разбираем то что сейчас есть если лак об этом и говорит вас нужно кормить говорит снова молоком вот когда не трудно что такое крещение рождение свыше он пришел не не знаю тогда отдельно для него сделаем урок самое самое основное основное а основное так понятно молиться поститься творить милостыню вот и все главное направление какое а дальше западе блаженство прочитал я в течение там одного часа я уже в виду дальше не будет подробно вот и все спасибо христос пожалуйста задавайте вопросы у нас вот 15 минут осталось на вопросы Игнатий Тихонович я вот хотела спросить мы сегодня как раз говорили о внешнем виде и у нас так тоже складывался что например верующих видишь церкви в городе совсем их невозможно узнать и я хотела спросить надо ли говорить советовать потому что многим это не нравится это например говорить о торговле тем кто там в этих кассах сидит потому что господь господь говорит иметь и мир со всеми но многим не понравится мне уже говорили что что ты себя умное строишь у тебя протестантские замашки я тебя взрослее в общем не знаю надо ли что-то говорить я сейчас вообще ничего не стала говорить я понял катерина блажен человек который не осуждает себя в том что избирает у нас именно бытие у нас все другое бороду я не могу отлепить ты платок можешь снять я бороду не могу убрать и в таком виде у нас в армии служат в армии они говорят и мир и слушает христос сказал а так как я сказал вам они слушают это божественно раз они противоречит это означает мы на правильном пути вот и все тогда женщины в брюках ну все можно оправдывать сейчас все оправдывается для этого окончает семинария академии чтобы уметь оправдать любое злодейство любое нарушение правил для чего другого семинария не нужно и они ничего не знают совершенно притом я фактически не знаю ни одного который бы не защищал беззаконие а ты только в таком виде явишься но у нас же так все продевается идут по улице вы посмотрели как на них обращают внимание особое как-то тут работает туркмены узбеки дорогу делают они увидели они буквально как вот домой приехали это наши сестры тут появились им говорят это православный нет это наши с ними уже готовы только разговаривать другой говорит я вот встретил православных но есть же такие люди православные то которые бога знают нет и которые раздетые голыми задними титьками мотают ходят прямо в интернете говорят это вот и все ты уже внешне показываешь ты не такая избытка сердца говорят уста от избытка внутреннего содержания и одежда твоя соответствует благочестию благочестивые обычаи посмотрите на старинных изображения бояру не морозову везут как она одета три столетия назад ну вот асуриков изобразил по тем вещам какие еще сохранились в музеях то посмотрите у других народов как они одеты а сейчас мы полностью раздета идет в одних трусах и считается нормально показывать две женщины какие-то идут по трассе надпись они взорвали интернет и правда три миллиона посетителя еще ни одной нитки на их нету ну еще увидели там еще увидели а когда такая наша сестра пройдет где-то какой разговор идет у нас в лагере даже если она одета как следует девочка одна а мальчики добывает друг друга задевает и она сидит читает библию они побегают около нее даже шуток нету это особое нехорошее слово такое как бы область такое называется в которой уже не хожий грех они сразу по-другому понимают глядят на нее вот и все не слушай никого ты получил от бога пойди по иконам посмотри как святые одевались нет это понятно я в этом уверена но я имею ввиду что надо говорить другим потому что ну не нравится многим людям когда им начинаешь что-то говорить и начинает спорить и возражать и когда не смогли молчать понятно не спорить сказать должна сказать должна после первого-второго разумления отвращайся сказал он не делать все бывает один или два раза скажи ему только он захрят в беззаконии из этого не выходит возьмите стоят и каждая национальность имеет свою одежду у каждой национальности есть у русских ничего нету заметьте я могу сказать 2001 году в марте месяце числа с пятнадцатого переодела вся россия в безбожие американские это промассонина и насквозь страна женщины мигом сбросили юбки вообще брюки некоторые поколения уже брюки не носили никогда женственность потеряна на кого она похожа это все гомосексуалисты сделали никто не понимает кто дает эту моду а так удобно как так тысячу лет россия стояла никто не думал слова удобно почему ни одна мусульманка так не делает они тоже спортивные даже купаются не снимают себя специальную материю за которая впитывает воду вот я был где в турции отдельно отгороженной стоят полицейские женщины полицейские охраняют день и купаются ниоткуда бинокль нельзя смотреть и они не раздеваются как будто в чем была в том и сошла вот как они берегут и поэтому сохранность девственности у них сто процентов а у нас почти сто процентов гибель станар страна разврата и поэтому так одевается как блудницы ты вот даже на картинке здесь это смотреть приятно вот и все от избытка сердца все делается и поведение и жилище и питание все это избытка сердца тем более одеяние это мой храм я его украшаю храма тело и украшаю пристойно чисто хаси христа вот я еще как бы расширю вопрос вопрос в том что а как же вот чтобы идти во всем мире а она когда обличают уже мира нет вот в чем вопрос зачем мир то за давид говорит я заговорю я мирен только заговорю а не к войне город на вершине горы и мы не должны к ему подложиться мирно а написано нечестивые как взволнованное море который выбрасывает ил и грязь у них ничего нет ил и грязь и то что они поносит и должна радоваться господи это награда благодарю тебя ты допустил это он сказал они принимают тощики доросли или не избраны они не вписаны книгу жизни прилипились священники у нас ни один без формы не зайдет вы были видели и вопросов нет меня спрашивают по ну вот если женщина в брюках вы выводите из храма я говорю никогда а зачем выводить а как да никак мы их не запускаем у нас отдельно юбка выйдем за ограду церковную дадим платок у нас то бы не был приезжает организация какая-то санэпидемстанция ну нельзя заходить нельзя но мы дали юбку она не может у него это корма широкая ну и материю дали она закрутила себя и тогда зашла на нашу территорию лагеря все понимают как ты себя ведешь никогда им не уступай стой достойно и платок и платье у тебя все должно быть христианское тебя видно это по всему что ты действительно любишь господа бережешь себя для него а они не поступают так не суди их но сказать нужно знаете тихо ночи ну вот по поводу одежды у нас здесь климат жарки два платка хорошо слушай райхан отвечаю у вас прямо жарки в турции еще еще больше жара они еще были южны ни одной мы не увидели которая была бы одета по-другому она как в мешке сидит в машинах едут студенты вышли все до одной повторяет до одной а русские туристы там женщина полуголая ходят и они видят какие свиньи поэтому они их не уважают идет пожилой средних лет катит в коляске жара у нас такая жара была градус не клопнула в машине и мы ни одной мусульманки не увидели чтобы одета была по-другому но заехали в грецию как будто бы в дом терпимости заехали а вот ехали по российским здесь 6 мусульманских республик дагестан там уж это чечен и чеченцы везде одинаково это другое государство вот и все никогда не поддавайся на то ничего не будет надеть три платка у русских было у русских пишет недавно один он по закону нашел должно было быть надеть 12 юбок 12 а ее захватили у них к семь юбок так выговор получила но еще все ты останешься с юбкой но без мужа еще держись это свидетельство и муж поймет и будет когда говорит скажет у меня жена действительно она и мне в этом не уступила хотя послушно вот так надо верить как моя райхан верит а они как вы там букашки мы сегодня еще читали а вот из первого послания пустой и она если исповедуем грехи наши то он будучи верен и правил простит нам все грехи наши и очистит нас от всякой неправды ну вот господь говорит в 12 главе евангелия томат фея 31 стих что хвала на духа святого никогда не прощается ну и святые отцы по-разному толкуются аж ну вот что значит хвала на духа святого какие это грехи они какие-то какой какие нет смертных грехов есть один смертный грех только один и один грех против духа святого нераскаянность самый малый грех без раскаяния не запустит царство небесное почему написано и ничто нечисто не войдет него в город 21 глава 17 то какой стих раньше взять откровение она богослова вот и все а если человек кается я каюсь я похвалил духа святого умирает таких страшных мучениях это сатана мучает если он кается не было хуны на духа святого если похвалил духа святого он отошел покаяния нет он еще особенное сказал так сейчас все поступают у него тысячи отговорок у него три семинария четыре академии запрещали у них покаяния нету да еще может миссионерском отделе ты беспокаянные люди а простые люди они понимают я мог огорчить поэтому когда ты видишь какое-то где-то исцеление даже у буддистов даже у тулинцев где-то ты еще не скажи скажи не знаю я знаю что бог силен везде делать потому что это когда исцеление было они сказали это князю визе ул принадлежит а ты не скажи никогда не знаю хорошее дело что исцелился человек и чтобы человек познаешь это от бога истинного вот здесь надо быть осторожным чтобы не похулить бога вот спрашивает а баптисты каются имеют духа святого ли не имеет имеют никто не назовет иисуса господом как только духом святым они не признали бы у господа они признали но на первой ступени они за заглохли они не приняли священство у них нет истинное причастие литургии нету и поэтому жизни нет все замирает тут надо понимать что писание нам говорит а как говорят вокруг их мнение златоуз говорит это пис комара жужжание жука и карканье вороны вот так на это смотри сегодня еще сергей говорил о том что брат начал проводить специальные беседы для детей но я не вижу в этом ничего плохого например знаю о баптистов проводятся молодежные собрания не много плода приносит во славу божию много молодежи обращается к богу так вот что еще добавлю к этому один грех который не всем смертный грехов это говорит евангелие от и она господь и дух святой придет обречить мир о грехе они правде а правде о суде о грехе каком дальше это грехе запитая что не верует в меня блуд грех но он из-за того проистекает что не верит убийство грех но из-за того что он не верит не верит что суд божий будет не верит во христа он изменник изменник жене изменник родины потому что не верит обречит о грехе что не вернуть в меня вот солженицын когда получал нобелевскую премию он сказал я еще от старых людей слышал люди забыли бога и отсюда все люди забыли бога вот отсюда все главный грех нет бога это все узда скинута почему надежда константина крупская говорила религия узда для масс узда в давыд говорит не будьте как конь как лошак не осмысленный урод которых уста которых нужно обозвать уздой и уделами это уже из 5 меня и проще главный грех это не верит если не верит сын дочь ты можешь знать никакой честности там не будет он преступник весь уголовный кодекс уже за ним страха божия нет но вот насчет ничего плохого в этом не вижу что брат создал как бы вот для молодежи еще говорил о молодежного молодежных общениях у баптистов у баптистов есть если опасность создавания вот этих вот молодежных вот конечно есть вот у нас когда молодежь собиралась я никогда не касаюсь и и кто там во главе стал стал человек враг сатана блудник и вот значит после он ушел баптистами оттуда его выгнали и молодежь доверили ему должно быть под присмотром старших пусть он ведет занятие то обязательно под присмотром старше пусть отдельно занимается а уже с 8 лет со взрослым пусть будут заниматься самыми маленькими где-то отдельно считает там учат жития слова божие и прочее ну тут надо же смотреть без присмотра старший чтобы нигде не было вот как парырские острова считаем там у них там мормоны и проще но никаких игр молодежи без присмотра старших нигде нету а тут конетелица где и остаются ни с чем выпускной вечер 8 марта день разврата еще день валентина придумали и хватало это уже мир же для жеребцов отдельно и все американский праздник это хэллоуин там придумали статану сосватали никогда нигде ничего не слушай кроме того что говорит дух святой через слово свое у тебя на душе будет легко и какие глубины не входи никео старик райский символ веры считай не допускай изменения ни одного слова только одно слово упустили духа святого господа истинного истинного надо вставить она была всегда микрофончик отключает печатаешь все сережу все прощайся спаси всех христос молимся еще нечего просить для тихий давай это я андрей да слушай недавно нашел давай нашел недавно но совет ну где можно достать большой вот как у вас прямо только в четвертом формате аж мне бы хотя новозавет чтобы вы поделили там я могу один сам ходить раздавать евангелие болит там на конец на улице как они не желательно одному нежелательно если ты очень сильный можешь быть один но только потому что другого нету господь посылал всегда по двое мы когда идем по разным сторонам улице но мы друг друга видим это тоже двое будь очень осторожен ни на какие сектантские собрания ходить нельзя без священника без старшего опытного брата никогда не ходите никуда потому что сатана там под королей там может быть демоническое полщище находится и ты погибешь да и одного и забьют а с двумя не будут просидеть или это как у евреев если пасет русский скотину то можно ли отдавать корову у них то там где там написано можно если ну там то там то по сути три пастуха а если один нельзя чтобы не изнасиловал корову вот какое мнение у них о русских если одна еврейка работает на складах то можно ли они прямо говорят можно если их там не меньше шести человек а если меньше нельзя изнасилуют так интересно я талмудом занимался ну значит лучше найти брата и сестру во христе тогда лучше найти займись поисками помолить о господь ну все воли мся на стойно нестековая стены блажите бога родицу пресловлаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения с терапин безистиния бога слава рушую стыншую болью родицу тебя величаем да тихончик повалитесь милосердный создатель любящий наш отец господь и бог мы просим тебя во имя господа нашего иисуса христа услыши молитвы нашего издыхания родных близких и о нас самих чтобы нам нигде не нарушать заповеди твои быть водимым духом твоим и даруй духовное рождение свыше патриархам папам епископам и священникам и даруй мир израилю россии украине и сирии где идет война научи насценить это доброе мирное время приготовь эту страну к страшным испытаниям грядущим на него за отступничество от тебя сохрани правителей от покушения на них тебе слава за все отец сын и святой дух аминь аминь